Здравствуйте! В эфире первого городского проект «Место происшествия». В студии Алина Котрихова и сегодня в программе. Серьезными травмами доставили в больницу. Один человек получил травмы в ДТП в Кирово-Чепецке. Пытался поджечь иномарку. Сразу на две машины покусились ночью неизвестные. В первом случае поджог им удался. Подозрительная сумка. Забытые на улице вещи устроили переполох на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Некрасова. Один человек получил травмы в ДТП в Кирово-Чепецке. Там водитель автобуса сбил женщину. Подробности этого и других дорожных происшествий в рубрике «Обзор аварий». Слово моему коллеге Сергею Пичугину. Авария произошла в четверг вечером на улице Ленина в Кирово-Чепецке. 23-летний водитель автобуса наехал на женщину. Водитель автобуса ПАС совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть по предварительным данным в неположенном месте. В результате происшествия женщина-пешеход получила тяжелые травмы и была госпитализирована в медицинское учреждение. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка. В Кикнурском районе водитель грузовика «Рено» с прицепом угодил в кювет. По предварительным данным ГИБДД, рулевой фуры не учел дорожные и погодные условия. Неправильно выбрал скорость и вылетел за пределы трассы. В этой аварии нет пострадавших. В поселке Суна столкнулись два автомобиля. По предварительным данным полиции, водитель УАЗа неправильно выбрал дистанцию до попутного «Фольксвагена Поло». Медиков на место аварии не вызывали. В Кирове на улице Ломоносова иномарка «Ауди» врезалась в столк. По предварительным данным полиции, в этом ДТП виноват водитель «Рено Логан». Он не занял крайнее левое положение на дороге, но решил повернуть налево, проще говоря, подрезал «Ауди». На улице Щерса столкнулись грузовик «Хёнде» и фургон «Газель». По предварительным данным ГИБДД, водитель иномарки выезжал с прилегающей территории и не пропустил другой грузовой автомобиль. На вероятного виновника аварии составили протокол. Сергей Пичугин, место происшествия. Сразу на две иномарки покусились неизвестные в ночь с четверга на пятницу. Первый пожар в автомобиле случился на Волково, а второй, правда удалась только попытка поджога, спустя 40 минут на Суликово. Все подробности в рубрике «Сводка». В ночь с четверга на пятницу на Волково 5-2 неизвестный поджог припаркованный автомобиль Kia Sorento. В результате обгорели моторный отсек покрытия автомобиля. Пожарные потушили иномарку. По словам очевидцев, владельцу машины до этого угрожали коллекторы. А это уже попытка поджога Ниссана на Суликово 4, которая произошла спустя 40 минут. Очевидцы сняли на камеру мобильного, убегающего в красной куртке мужчину. Он пытался выбить стекло внедорожника, от ударов остались следы и трещины. Очевидцы говорят, что владелец машины никому дорогу не переходил. Месяц назад он расстался со своим коллегой по бизнесу. На перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Азина задымил междугородний автобус Лиас. Момент сняли очевидцы. На кадрах видно, как столб черного дыма поднимается вверх, пассажиров высадили. За ними подъехал другой автобус. Подозрительная сумка и пакеты остановили движение на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Некрасова. Произошло это днем в четверг 8 февраля. О находке сообщили в полицию очевидцы. К месту ЧП приехали две машины полиции. Пожарный расчет и две машины скорой. Место оцепили, сумку осмотрели. Она не представляла опасности. В ней оказались забытые мужские вещи и обувь. Спустя 40 минут оцепление было снято. Алина Котрихова, Место происшествия. Впереди у нас короткая реклама и вот что вы увидите после нее. Самое-то интересное, это фокусница. Вот этот фокус настолько вот так вот быстро раз спрятала эту денежку. Во всем виноват интернет. Откуда узнали вообще о таком способе получения людей? Интернет. Много там всяких способов. Городские сыщики поймали фокусницу, которая обманывала продавцов в магазинах. Страховки за. Не надо сейчас снимать. Немного не успел забрать пьяную даму с ДТП. Это девушка у тебя или кто это? Я так помню. Что она рассказала, как она выпала? Нет, нет. У нового моста женщина с рулем «Шевроле» протаранила отбойник. Автосервис «Союз». Сертифицированные сервисные услуги для любых марок авто. Полярные, слесарные и жестяные работы любого уровня сложности. Автозапчасти в наличии и под заказ. Автосервис «Союз». Улица Воровского, 113 или Менделеева, 2. Вы смотрите проект «Место происшествия». Мы продолжаем выпуск. Городские сыщики поймали фокусницу, которая обманывала продавцов в магазинах. Женщина с помощью ловкости рук и пятитысячной купюры творила чудеса прямо у кассы. Полицейские насчитали шесть таких магических встреч. Сейчас за каждую женщине придется отвечать. С помощью заломок денег в магазинах совершала, как сказать, с помощью отвлечения внимания нет. Свои фокусы 35-летняя жительница Шабалинского района Оксана даже объяснить не может. Все происходило на интуитивном уровне. Женщина создавала иллюзию покупки и передачи денег. Пытаюсь вам подать денежку, но потом я ее убираю назад, вот сюда. И начинаю говорить, что может вам дать 20 рублей. РДС говорит, ну давайте, да, например. И если он идет, но начинает отсчитывать сдачу, я этим временем делаю так. Движение рук женщины зафиксировала камера видеонаблюдения. Она покупала крем для обуви за 500 рублей и протянула продавцу 5000, но в последний момент отдернула руку и спрятала купюру. Самое-то интересное, это фокусница. Вот этот фокус настолько вот так вот быстро раз спрятала эту денежку, спрятала денежку, а потом это сдачу. Я же видела, что кошелек-то открыт. То есть пятерка она прошла по моим пальцам, по кончикам пальцев она прошла. И какое-то вот мгновение как-то вот так заретушевала, что раз, и спрятала ее, и в пустой кошелек она мою сдачу складывала. Вы знали, что в розыске находитесь? Нет. По словам Оксаны, у нее нет криминального таланта и магию или гипноз она не изучала. Сейчас женщина винит во всем всемирную паутину. Интернет научил ее этому фокусу. По данным полиции, Оксану подозревают в шести преступлениях. Нетрудно подсчитать, что на мошенничестве с пятитысячной купюрой фокусница заработала порядка 27 тысяч рублей. По словам задержанной деньги, она потратила на еду. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Сотрудники полиции просят обратиться тех, кто пострадал от действий данной гражданки по телефону 45-24-26 или 02. Сейчас женщине грозит до двух лет тюрьмы. Свою вину она не отрицает. Сергей Пичугин, Михаил Вагин, место происшествия. Всеми возможными способами пыталась договориться с активистами ночного патруля. Девушка-водитель «Шевроли Спарк» у нового моста. Пьяная дама врезалась в дорожное ограждение и сразу вызвала своего приятеля, чтобы тот ее увез. Однако первыми приехали общественники. По их словам, девушка сначала просто уговаривала их не вызывать ДПС. Затем она предложила им 50 тысяч рублей, а также кое-что поинтереснее. Что это значило в итоге, так никто и не узнал. Подробности в сюжете Павла Москвина. Это кадры с видеорегистратора активистов ночного патруля. На дороге у нового моста общественники заметили разбитый «Шевроли Спарк» водителя Кристину. Девушка просила их не вызывать сотрудников ДПС. По словам общественников, сначала она предложила 30 тысяч рублей, затем 50 тысяч. Но после третьего шокирующего предложения активисты включили камеру на мобильном телефоне. Вскоре на место аварии приехали сотрудники ДПС. Девушка сразу позвонила и сообщила подруге, что она к ней не приедет. Полицейским она была не рада. Также ей не хотелось общаться с журналистами. Через минуту подъехал знакомый Кристины. По его словам, он немного не успел забрать девушку с места ДТП. Полицейские предложили девушке пройти экспертизу. По данным полиции, в наркологии результат теста на алкоголь оказался положительным. Теперь Кристине предстоят судебные разбирательства и хлопоты, связанные с ремонтом авто. Сергей Пичугин, Павел Москвин. Место происшествия. Вы смотрите проект «Место происшествия». Мы продолжаем выпуск. На Комсомольской площади камера зафиксировала, как из 15-й на ходу выпал ребенок. Об этом и других дорожных происшествиях в рубрике «Видеорегистратор». Сегодня в ней самые заметные видеоролики уходящей недели. На Комсомольской площади на повороте заднего сиденья «Лады» выпала девочка. Ребенка едва не переехали попутные автомобили. В кадре мелькнула только белая шапочка с помпоном. Сейчас по поводу этого видео Следственный комитет начал проверку. На трассе водитель Киа пошел на обгон, не справился с управлением, машину занесло и иномарка оказалась в сугробе. На улице Ломоносова сосулька едва не разбила лобовое стекло машины с камерой. На улице Ломоносова водителя «Фольксвагена», что называется, понесло. Он въехал в «Десятку» и в «Таксиста» навстречки. На улице Ленина водитель «Ниевы» поехал задним ходом и не заметил машину с регистратором. На улице Заводской камера видеонаблюдения зафиксировала ДТП на парковке. Судя по видео, водитель «Калины» после столкновения пытался найти водителя «Шкоды». В итоге он оставил под задним дворником записку и уехал. В Кирово-Чепецке водитель грузовика поздно заметил пешехода и въехал в сугроб. Судя по видео, пешеход не пострадал и продолжил путь. На улице Карла Маркса с большой скоростью с крыши слетел снег прямо на женщину. На повторе видно, что женщина отделалась с легким испугом. На привокзальной площади автобус не смог подняться в горку и въехал в автокран. После удара водителя автобуса объехал автокран и продолжил путь задним ходом. Михаил Вагин. Место происшествия. Также выпуски проекта «Место происшествия» вы можете посмотреть в нашей группе ВКонтакте, а также читайте нас в Инстаграм-аккаунте и Телеграм-канале. Ну а в студии для вас работала Алина Котрихова. Будьте внимательны и осторожны. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова